Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, я хочу поделиться своим опытом на тему нейроренимационных пациентов, и под нейроренимационными пациентами я хотел бы подразумевать нейрохирургических пациентов, то есть пациентов чаще молодого возраста, которые имеют какие-то тяжелые проблемы с критическими состояниями. Это опухолевые пациенты, пациенты с тяжелой частью мозговой травмы, с абрахноидальным кровоизлиянием и так далее. И, собственно, сейчас буду рассказывать о том, о чем спорит сейчас, наверное, вся мировая общественность на тему того, насколько важно сразу обеспечивать пациенту на раннем этапе всеми необходимыми потребностями в энергии белки, какую выбрать субстрат наиболее в первую очередь для того, чтобы кормить пациента. Я буду это применимо говорить к нейроренимационному больному и говорить о нашем собственном опыте, постараюсь говорить достаточно конкретно. Ну, все прекрасно знают, что острый период любого тяжелого состояния, это, наверное, эндокринная стресс-реакция, которая приводит к перестройке метаболизма и, соответственно, выработки слишком большого количества глюкозы для того, чтобы обеспечить энергетические потребности организма в критическом состоянии. Вследствие этого разрушаются мышечные ткани, присутствие глицерина в печени, изаминокислот, которые получили вследствие разрушения мышечной ткани. Происходит процесс глюконеогенеза, возникновение, появление новой глюкозы. Изменения белкового обмена в течение суток могут достигать 260 грамм белка, потери массы тела, это потеря килограмма мышечной массы в течение суток. Мышечной массы в организме человека крайне-крайне немного, и если мы не будем угоняться, невозможно вывести на ноль, это я сразу могу сказать, но нам надо постараться угнаться за тем количеством энергии, за той потерей белка, которая происходит с организмом для того, чтобы не было в будущем увеличения продолжительности искусственной вентиляции легких, замедления восстановления организма и как следствие снижения качества жизни. По сути, несколько концепций сейчас существует в плане обеспечения пациента субстратами. Есть энергетическая концепция, есть белковая концепция, есть белково-энергетическая концепция. И энергетическая концепция, как чистое введение энергии, то есть глюкоза внутривенно или в желудок, она потихоньку уходит в сторону, остается либо белок, либо сбалансированный белок и энергия. И, конечно, в остром периоде нашим пациентам для чего нужен белок? Нейроэндокринная стресс-реакция, опять же, напомню, это протеолиз в периферических тканях, отрицательный азартистый баланс, ускорение основного обвена для чего? Для того, чтобы производить глюкозу. Глюкозы производства так много, что возникает зачастую стрессорная гипергликемия, которая требует применения специализированного питания для пациентов с гипергликемией. Более того, иногда такой гиперметаболизм развивается, который требует именно, как говорил Валерий Матвеевич, специальной смеси, которая в меньшем объеме дает возможность больше дать энергии. Сейчас такая смесь для пациентов с гипергликемическими состояниями тоже есть. И более того, стрессорная гипергликемия является независимым предиктором смертности наших пациентов. Вы видите исследование, которое было проведено в 2009 году. Оно показывает, что пациенты, которые поступали с уровнем глюкозы статистически достоверно более высоким, выживали хуже, чем пациенты с низким уровнем глюкозы при поступлении. Для чего нам нужен белок? Что мы от него ожидаем в остром периоде? Прирост встающей массы тела, восстановленной мышечной массы крайне сомнительно. Это наши собственные данные. Пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой, вы видите, потребность в белке нарастала к анабарической фазе. В острую фазу она была не такая высокая. И доставить белок в большом количестве в этот период времени нам, своим пациентам, так и не удавалось. Я понимаю, что к непрямой калориметрии можно относиться очень по-разному. Мы в своем отделении, и я сейчас заведую лабораторию клинического питания и метаболизма вновь созданном в Федеральном научно-клиническом центре реанитологии и реабилитологии. А вообще я выходец отсюда, из Института нейрохирургии Бурденко, и, собственно, и там, и там мы стараемся проводить непрямую калориметрию. Гораздо проще понимать, сколько пациенту требуется энергии. Тем не менее, даже здесь мы старались не сильно догонять эту энергию в остром периоде тяжелого состояния, особенно если мы говорим о том, что пациент находится в крайне нестабильном состоянии. Тем не менее, вы прекрасно знаете исследования, которые появляются сейчас, да уже хорошо известны, появляются в литературе, что высокое содержание белка в диете приводит к гораздо лучшее выживаемости, чем содержание белка, которое приближено к норме, которые определены Всемирной организацией здравоохранения. Почему? Потому что белок в острую фазу заболевания – это производство глюкозы. Мышцы больного не работают, и, в принципе, он находится в лежачем состоянии. Я говорю о нейроанимационном больном. Более того, активная активизация нейроанимационного больного в остром периоде тяжелого состояния опасна, пока не устоялась неврология. И вы знаете, что, по сути, мобилизация каждый день постельного режима снижает количество мышц даже у здорового человека, не говоря о пациенте, который расходует эти мышцы для поддержания своего энергетического баланса. Более того, самый главный вопрос, который возникает, это как обеспечивать белок энергии. Вы знаете, грамм азота должен быть обеспечен 130-150 килокалориями. И не могу не пересчитать, если бы терял пациент 40 грамм азота, то это 6000 килокалорий в сутки. Это очень и очень много. На самом деле концепция несколько изменилась. И сейчас говорится о том, что 130-150 килокалорий в остром периоде тяжелого заболевания грамм азота быть обеспечен не должен. До 50% от ее расхода, то есть примерно 70-80 килокалорий должно быть на 1 грамм азота обеспечения. Именно поэтому в одном из исследований, совершенно замечательное исследование, на мой взгляд, которое в 2010 году было опубликовано в журнале Critical Care, показано, что если мы даем пациенту в остром периоде сбалансированное количество энергии и белка, то нам удается поддержать азотистый баланс на положительных значениях. Что это значит? Это означает, что если пациенту мы даем нормальное количество энергии и нормальное количество белка, он будет в положительном азотистом балансе. И как только мы будем гнаться в остром периоде за белком, давая больше и больше белка, мы будем выходить на еще больше и большее количество потери этого белка, потому что он до конца не усваивается. То есть нам нужно дать ровно столько пациенту, сколько необходимо. И здесь я могу сказать, что в остром периоде тяжелого заболевания, наверное, мы ориентируемся больше на энергетическую составляющую. Мы все питаем больных не глюкозой, а специализированным клиническим питанием с балансированными смесями просто надо учитывать количество требуемого по энергии, а не догонять по белку отдельно. Именно поэтому исследование, которое было опубликовано в Journal of Parental and Natural Nutrition в 2012 году Питера Вейса, известное исследование, оно говорит, что если мы обогащаем питание не только энергетически, но и белком, в нормальном соотношении оно снижает смертность на 50%. То есть если больного кормить сбалансированно, смертность снижается. На мой взгляд, вполне логично. Теперь когда белок пациентам нейро-реанимационного профиля? Фазу восстановления. Что такое фаза восстановления? До сих пор идут споры, если мы говорим о мировой общественности, они говорят о том, что такое фаза восстановления. Это тогда, когда организм способен самостоятельно полностью принимать все субстраты, которые вводятся в организм. Никто не знает, когда она начинается. Это достаточно сложный вопрос. Действительно, для нейро-реанимационного пациента я готов ответить на этот вопрос хотя бы с позиции своего собственного мнения, и на основании данных, которые мы проводили в нашей клинике. Фаза восстановления для нейро-реанимационного пациента, когда его неврологический статус стал стабилен. У него прекратились неврологические проблемы, то есть изменения каких-то стволовой структуры не отвечают так активно, внутричерепное давление стабилизировалось и так далее. Более того, у наших пациентов очень хорошо можно мерить инсулин-подобный фактор роста 1, который является анаболическим стероидом. И, собственно, в наших собственных исследованиях, вы видите, он выходил на норму в анаболическую фазу. Это естественно усредненные данные, но это можно использовать как маркер анаболического состояния. То есть если инсулин-подобный фактор роста на реанимационного пациента пришел в норму, то мы можем говорить о том, что он вышел в анаболизм, и мы можем наращивать аминокислотную нагрузку. Исследование подтверждает, заметьте, исследование достаточно старое, 95-89 года, что инсулин-подобный фактор роста 1, более чувствительный маркер белкового питания, и он как показатель является смены фаз. С катаболической на анаболическую. Плюс восстановление, когда нейро-реанимационный пациент становится стабилен, мы можем начинать его активизацию и раннюю реабилитацию. Собственно, это очень важный процесс. Если мы хотим сбалансировать питание пациента в остром периоде тяжелого состояния нейро-реанимационного, наверное, должна быть какая-то альтернатива. Я обращусь еще раз к исследованию Алингстрёпа, который показал, что высокое содержание белка гораздо лучше коррелирует с выживаемостью. То есть пациенты, которые получают высокое содержание белка, выживают лучше. Но обратите внимание, они, если мы говорим о энергетических затратах покоя, в низкое содержание белка давали низкое содержание энергии. И в высоком содержании белка энергия приближалась к измеренным потребностям. То есть нам надо дать идеальное количество белка и энергии. Для пациента с 70-килограммовой массой тела это будет, допустим, 2016 килокалорий в сутки и белка 1-2 грамма на килограмм. И есть сейчас высокобелковое питание, специальная смесь, с которой вы можете достигнуть конкретно нормального сочетания. В 1 мл 1,28 килокалорий, 7,5 грамм белка в 100 мл. И для пациента массой тела в 70 килограмм вы выдаёте 2016 килокалорий, но, правда, чуть больше белка 1,7 грамма на килограмм. В заключении хотелось бы сказать, что в остром периоде тяжёлого заболевания следует покрывать необходимые энергетические потребности пациента официальной формой клинического питания, и, соответственно, белок будет подтягиваться столько, сколько есть его в конкретной смеси. Просто смесь надо выбирать высокобелковую. Определение энергетических потребностей пациента следует производить, используя метод непрямой калориметрии. Япологет непрямой калориметрии, особенно в остром периоде у нейро-реабилитационных пациентов. Здесь ничего не могу сказать, но если будут вопросы, готов на них ответить, как мы это делаем. Наращивать аминокислотную нагрузку следует после выхода пациента в анабарическую фазу и одновременно с реабилитационными мероприятиями. И высокобелковая смесь для энтерального питания, возможно, является препаратом выбора и в остром периоде тяжёлого заболевания. У нас есть программа повышения квалификации, на стенде есть высшая медицинская школа, вы можете задать им вопросы, это проходит у нас в центре, очно-заочные мероприятия. Руководитель направления анестезиологии и герематологии профессор Савин Иван Анатольевич. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok